власти уверены что протестная активность упала и теперь будет только снижаться поэтому можно вводить все больше и больше антисоциальных реформ прикрываясь обещаниями президента что все будет хорошо хорошо то может и будет но только для кого для простых граждан не отменится не пенсионная реформа не повышение ндс не повышение тарифов не введения новых налогов и поэтому простые граждане готовы протестовать по последним опросам левада центра выходить на улице готовы 22 процента а с приходом теплой погоды этот процент наверняка повысится не готовы протестовать 77 процентов но и это для власти представляет опасность потому что как известно в тихом омуте черти водятся российский адвокат политический деятель дмитрий агроновский в беседе с накануне тв объясняет почему эти 77 процентов боятся высказать свою обиду а обида после пенсионной реформы есть и это объективный фактор недовольства прежде всего это низкая организованность и отсутствие я бы сказал культуры протеста у нас до сих пор еще советского времени большинство людей верит что государство их государство действительно всенародное что она для всех и люди считают что протестуют против каких-то действий властей они протестуют против страны как таковой еще одна часть она считает что протестами ничего не добиться плюс у нас еще достаточно серьезная репрессивная практика и вот эти процессы типа болотной площади тоже оказывает воздействие на людей поэтому люди понимают что митинговать не только бессмысленно как им кажется но еще и опасно здесь они как раз правы митинговать абсолютно не бессмысленно почему и вот я опасно потому что это совершенно не бессмысленно и действительно средства массовой информации они ведут жестко пропаганду что действительно протеста ничего не добиться вы посмотрите как изменилась пропаганда если скажем при янце agreeing сейчас плохо тяжкое советское наследие но будет лучше сейчас пропаганда изменилось сейчас все хорошо а если плохо то это плохо лично у вас это ваши проблемы потому что вы неудачки сейчас все хорошо люди беднеют а им говорят что выросла зарплата. Цены растут, а говорят, что реальные доходы выросли. А с другой стороны, пока некому встать под знамена протеста. Ну или нам так рассказывают. Власти всячески пытаются дискредитировать любую маломальски опасную силу. Сейчас, к счастью, у нас вроде бы Навальный и вся вот эта Шушера, они ушли немножко на второй план. Потому что перехват протеста вот этими людьми, как это было в 2012-2011 году, это просто ужас. Люди вышли на справедливый протест, а его оседлали самые деструктивные силы. Вообще-то была тогда такая конспирологическая идея, что власти помогли вот этим людям оседлать протест. Еще большая часть населения не хочет митинговать, потому что боится, что этим могут воспользоваться в каком-то перестройке. Там же больше социализма, больше перестройки, долой привенеги. В результате мы посадили на свою шею таких эксплуататоров, которых просто при советской власти не было и близко ничего похожего. А левый протест, его не то, что боятся, нет. Просто, ну, на протяжении вот этих 30, наверное, лет принимаются огромные усилия для дискредитации КПРН. И поэтому люди, часть людей просто не видят, может быть, в ней протестную силу реальную. Действительно, сейчас власти, вот в чем им не откажешь, они последовательно, целенаправленно, и с этой точки зрения, в узко-тактической, очень грамотно, они подавляют любую форму протеста, любой зародыш протеста. Конечно, это ничего общего не имеет демократии, даже с буржуазой. А еще у нас слишком терпеливые люди. Однако, несмотря на высочайшую самоуверенность властей, как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. И вот негодование прорвалось. Прорвалось именно после пенсионной реформы. Я бы сказал, что пенсионная реформа это был некий Рубикон, когда стало ясно, что государство, оно оказывается не для народа. Для многих, я вижу, это было таким открытием, и люди ждали, после президентских выборов мне говорили многочисленные сторонники Владимира Владимировича, говорили, что надо, чтобы он набрал много, и тогда он разгонит всех либералов. Они действительно набрали много для того, чтобы были произведены второе пришествие гайдаровских реформ. Вот это недовольство внутри, оно очень сильное. Я бы сказал, даже знаете, не недовольство, а обида. Потому что вот такого люди не ожидали. И не ожидали вот непосредственно от Владимира Владимировича Путина, потому что на него все-таки смотрели, как на народного заступника. Я помню, как голосовали в Владимирской области, я наблюдал, люди, которые вообще никогда не хотели голосовать, побежали рядами и колоннами вот против этой Цветланы Орловой, да, против Единой России. И вот это произошло в четырех регионах, только в четырех. А это будет происходить и дальше. Опасность для них в оставшихся семидесяти семи процентах. Потому что в тихом омуте вводятся как раз вот эти самые черти. И то, что люди не готовы митинговать, это не значит, что они довольны. Они страшно недовольны. Вот эти семьдесят семь процентов, они ходят в магазины и видят, что ценники переписываются сейчас. Может быть, если не каждый день, то каждую неделю. Все растет. Растет ЖКХ и цены на медицину. Медицина-то довольно платная для большинства людей. То есть поводов для недовольства множество. И власти не пытаются эти поводы каким-то образом исправить. Мало того, они даже их не пытаются признавать. И вот пенсионная реформа это был удар. Так что количество желающих протестовать будет расти. Особенно, если люди увидят, что это эффективно. Вся вот эта конструкция держится на Путине. И когда бьют в его авторитет, бьют во всю эту конструкцию. В эфире была рубрика «Экспертное мнение». Специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».